Приветствую всех, кто только что к нам присоединился. В прямом эфире стартует программа «Ответ священника». И сегодня на все ваши вопросы с Божьей помощью отвечает протерей Игорь Фомин. Отец Игорь, спасибо большое, что вы с нами. Также сегодня... Добрый вечер. С вами свердопереводчик Андрей Андрейкин. Напомню, что меня зовут Алена Кулешова. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться. Абсолютно серьезно, люди дозваниваются. Если по какой-то причине не хотите звонить или, может быть, стесняетесь, то на этот же номер можете прислать свой вопрос в WhatsApp. Все вопросы у меня в телефоне, мы все озвучиваем. Если сегодня он не прозвучит, обязательно в последующие дни задам честное слово, обещаю. Давайте начнем. Ну а с вас, конечно, звонки. Будем ждать. Вопросов у нас много, но поскольку время у нас сейчас такое предкорпоративное, прошу прощения за мой французский, тем не менее, вот как минимум трое человек написали про то, что они не понимают, как вести себя накануне праздников. Потому что в компаниях, в которых они работают, собираются за столами, заказывают рестораны, организовывают начальство, и они не понимают, идти им на такие мероприятия или нет. То есть что-то внутри мешает, потому что ситуация, естественно, не располагает к особому веселью. Но с другой стороны, отказать не очень хорошо для карьеры. Вот как, что посоветовать? Ну знаете, вопрос, на самом деле, очень сложный. Потому что в самом корпоративе, вот в идее корпоратива, ничего плохого нет. Это такое подведение общечеловеческих итогов за год. Вот собрался коллектив, да. Конечно, слово корпоратив стало нарицательным за последнее время. И даже пандемия не смогла его, в общем-то, как-то смягчить. И даже онлайн корпоративы проходили так, что, в общем-то... Было, что рассказать и вспомнить. И никто не мог ничего вспомнить, да. Было, что рассказать, никто не мог ничего вспомнить. Да, вот вы знаете, а в настоящее время, я считаю, что вообще с этим надо быть очень осторожным, с корпоративом. Потому что, все-таки, сейчас, я скажу такую вещь, кому-то покажется очень банальная, да. Ну и что здесь такого? Кто-то сидит в окопе, кто-то, в общем-то, идут ожесточенные бои. И кто-то читает детские письма, вот мне сегодня прислали, как боец не смог дочитать до конца детское письмо, он просто слезами подавился. Вот, и причем ребенок такой, знаете, вот я сейчас вспоминаю это письмо, вот это настоящий был бы корпоратив, если бы все так собрались бы. Я, конечно, мечтаю, помолились бы, да, там где-нибудь в какой-либо госкорпорации, вот, молебен, чтобы Новый год и Рождество бойцы наши смогли тоже встретить, да, спокойно. Вот, и под елочкой, там, с игрушками и так далее. Вот, но хотя бы взять и эту гигантскую часть денег, которая тратится на корпоратив, ну, хотя бы две трети, вот, что-то закупить и отправить на фронт. Да, более-менее все налаживается, да, более-менее все закупается, все поставляется и так далее. Но даже само это действие, оно бы, не знаю, мне кажется, не просто бы возвеличило бы компанию, да, не просто бы подняло бы дух компании, а дало какой-то, наверное, шанс надежды вот там, на фронте, что и здесь, в общем-то, все поменялось. Все по-другому. Посмотрите, у нас ведь за последнее время очень сильно поменялось. Раньше все думали, что русский рок – это Макаревич, да, а оказывается, это далеко не русский рок, да, или лицо наших, в общем-то, артистов, не будем называть фамилии, да, которые сейчас… Все поменялось, все поменялось. Оказывается, русский театр возглавляли на, там, одну треть, ну, далеко, в общем-то, даже не пророссийские, в общем-то, главы и артисты и так далее и тому подобное. Мы много об этом можем с вами говорить и, наверное, подведем итоги в пятницу, когда здесь будем сидеть в этой студии. Но вот здесь люди, которые остались, давайте, в общем-то, по-другому как-то к этому отнесемся. Салют на День города в Москве, да, может, затронул болезненную тему, о которой, слава богу, все там забыли. Но вспомните, какая волна осуждений прокатилась в обществе по этому поводу. Не прокатится ли сейчас волна осуждений по поводу корпоративов, опять же, под Новый год? Надо задуматься. Да, и на самом деле хорошо, что люди задают себе сами вопросы. Здесь вот как раз такая уникальная ситуация, когда каждый сам может себе, заглянув в себя приставами, дать ответ. Да, и мне было бы, на самом деле, очень не просто интересно, а приятно, если бы кто-то вдруг позвонил, сообщил, сказал, а вы знаете, а у нас корпоратив отменили. Или у нас вот это корпоративные средства пошли на фронт. Или пошли в детский дом, как это предлагалось там всегда. Или вот моя любимая, излюбленная тема, там, бездомным бы пошли бы эти деньги. Вот был бы, наверное, лучший подарок на Новый год. Да, давайте вернемся к нашим вопросам. Я, прошу прощения, буду сегодня немножко систематизировать, потому что набралось вот несколько вопросов буквально по одной и той же проблематике. Поэтому, надеюсь, вы услышите свой ответ. Но вот мне редактор наш подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да, да, добрый вечер. Слушаем вас. Алло. Я могу говорить, да? Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я с мужем живу 10 лет, но брак у нас не зарегистрирован. И вот я начала воцерковляться последние вот 3-4 года. Хожу часто в храм, молюсь к причастию, хожу и каю в своих грехах. И вот в последнее время я чувствую, что мне вот такая жизнь уже не нравится. Я не могу уже жить так. Я предлагаю своему, скажем так, гражданскому мужу расписаться, но он не желает. Говорит, что не готов. Вот скажите, как мне выть? Что вы мне скажете? Спасибо за ответ. Спасибо вам большое. Вы знаете, вы удивительно точно сейчас попали в вопрос, потому что именно 4 вопроса из нашей ленты ровно об этом. В том, что женщины живут с вами гражданскими, так называемыми гражданскими мужьями. Они не расписаны, они не венчаны. И девушка жалуется, например, что ее не причащает батюшка. Но расстаться она не может с мужчиной. Вот, отец Игорь, как в этой ситуации быть? Вы знаете, я, наверное, подвигну вас на подвиг. Именно на тот подвиг, что вам придется с ним расстаться. Вы ему предложили. Он у вас поступает, как, наверное, московский уличный бездомный. Зачем ему идти работать? Зачем ему социализироваться? Когда его одевают, подают, кормят на вокзалах или в других местах, они даже выбирают, куда пойдем. Там ревиоли дают, а здесь сейчас такой ресторан привозят, а у нас там и тому подобное. И ему не надо ничего делать. Вот точно так же и у вашего мужа. Вы его считаете мужем, а он вас кем считает? И вопрос повиснет в воздухе. А если он вас считает женой, что он готов сделать для вас? Принести ползарплаты или всю зарплату вам отдать, чтобы вы ему приготовили, постирали, уложили в постельку и так далее. Поверьте, этого мало. Он должен сделать большой шаг. Взять за вас юридическую ответственность. Если он не хочет за вас юридическую ответственность, о какой духовной ответственности он вообще может идти речь? Поэтому вам придется с ним расстаться, если он не хочет с вами жениться. Иначе это, в общем-то, будет такой блуд. Вы сами понимаете, что вы сами себя разрушаете. Вы прямо вот об этом говорите. Поэтому наберитесь мужества и решайтесь. Предлагайте, беседуйте, говорите, дайте какой-то ему срок еще и, в общем-то, решайте это кардинально. Совет отчасти жестокий? Да, согласен. Отчасти жестокий совет. Но другого я вам совета дать не могу. Если он любит, он сделает правильный выбор? Да, да. Так что... Другой вопрос. Вот героиня просто не сказала, наша зрительница, есть ли у них дети. А если, допустим, смоделировать ситуацию, в которой все ровно то же самое, но уже есть ребенок, а то и два. И девушка понимает, что она остается с двумя детьми и вообще без поддержки. Ну, мы все равно должны понимать, что и даже в данном случае она будет в подвешенном состоянии. То есть один, два, пять детей в гражданском, в так называемом гражданском браке, хотя это совершенно неправильное название. Гражданский брак нужно называть брак, где только роспись, венчания нет. А это, ну, сожительство, если уж не говорить напрямую, что это блуд, ну, сожительство такое. То есть в любой момент он вас может оставить. В любой момент он встанет, возьмет чемоданчик, сам уйдет или вам соберет чемоданчик, и вашим детям скажет, слушай, а это у меня квартира, вот, ступай дальше, у меня появилась следующая любовь, следующая гражданская жена. И так у него будет до бесконечности. Я ничего не хочу сказать про мужчин. Может быть, вы сейчас ему предложите, он это осознает, вы с ним поговорите после обеда или после ужина, как это положено к мужчине, да, с просьбами подъезжать. И, может быть, все, наоборот, решится по-другому. Но все равно этот вопрос надо решить. Вот, кстати, давайте продолжим тему. Добрый вечер. Живу с женатым мужчиной, говорит, что любит меня, но с женой не разводится, хотя живет со мной. С сердцем понимаю, что надо его бросить, но все время чувствую, что делаю что-то неправильно. Что делать? Так как этот вопрос задает женщина, в общем-то, да, то, ну, совет именно точно такой же. На самом деле здесь не все так просто. Мы не можем сейчас говорить за этого мужчину, почему он не бросает. Он живет с ней, а с той женой не разводится. Есть куча вопросов, куча причин, и в первую очередь здесь надо выстроить взаимоотношения с Богом, вот у этой девушки. И она должна понимать, что, может быть, так случится, что он и там не живет, но там не разводится, да, а будет жить там с тобой, хочет жить с тобой, будет верным тебе мужем и так далее. По каким причинам не разводится, мы просто не можем понять. Люди, люди все очень. Да, любые, и это надо вникать отдельно. Но ты должна понимать, что ты так и останешься на птичьих правах до конца ваших взаимоотношений. Пусть это будет до конца жизни, птичьих правах, вы будете верны друг другу, вы не будете смотреть налево, там, изменять, мечтать, вы родите там целый детский садик, там, или футбольную команду с медсестрой, без проблем. Вот, но все-таки это будет что-то другое. Вот, мы должны прекрасно это понимать. Когда есть, скажем так, душевные взаимоотношения, а нету, скажем, таких физических взаимоотношений, я не имею в виду, там, супружеские взаимоотношения, я имею в виду, ну, вот, просто даже осознание, что ты являешься половинкой целого. Вот тебя, кроме тебя самой, никто так не воспринимает. Это тоже трагедия. В моей жизни была абсолютно отвратительная ситуация. Она была связана с нашими родственниками, с родственницей. Она встречалась с мужчиной почти 30 лет. Он был женат. Она не могла с ним расстаться. Но когда он умер, она не смогла прийти на похорон. Потому что на похоронах была его семья и его дети. И они категорически не воспринимали вообще ее присутствие рядом с гробом любимого человека. Вот это была трагедия. Она не смогла с ним прийти проститься. И это было максимально странно и болезненно. Потому что ты понимаешь, что человек своими руками себе создает ад прямо здесь, сейчас. Да. Вот это страшно. Ну, девушки, я желаю вам только сил и правильных решений. Любите себя. Вы у себя одна, других не будет. Не разменивайтесь. Это очень важно. Батюшка, добрый вечер. Девушка моего брата категорически отказывается работать. Это длится уже на протяжении третьего года. Он не может с ней совладать. Она отказывается что-либо делать по дому. Или устраивается работать, а он никак не может с ней расстаться. Считает, что бросит ее в беспомощном состоянии. Что в этой ситуации делать родственникам или стоит вообще вмешиваться? Какой интересный вопрос. Взял на воспитание практически. Да, какой интересный вопрос. Девушка моего брата. То есть, я так понимаю, что брат иногда приходит и... И жалуется. Да, жалуется, плачет в жилетку. Но это не всегда может быть действительностью. То есть, иногда хочется побыть слабым мужчиной. Вот. С женой это невозможно. Хотя, вот видите, здесь опять же такое, девушка моего брата. Третий год люди живут вместе. Да, то есть, они, значит, не расписаны. Значит, не жена. Так бы была она жена. Но вот все вот эти блудные сожительства, они всегда к хорошему не приводят. Там вот всегда есть использование друг друга. Понимаете, вот. И решать, вот опять же, мы, получается, какое с вами рукопожатие? Уже там второе, да, рукопожатие к этой семье, или даже третьей, к этой девушке, да? Действительности мы не знаем. Вот поверьте. Может быть, он ее там упрашивает остаться, она хочет уйти, делает все, чтобы он ее выгнал, не работает, в общем-то, по дому ничего не делает и так далее. Вот. А вот ему с ней хорошо. Вот. И он там готов ее на руках носить, но не всегда готов. Ей скандал не может закатить, ну, значит, пожаловать сестре. Вы знаете, вот эта вот цепочка очень неправильная. Вот. Ответить на такой вопрос почти невозможно. Начните с главного всегда хочется сказать. Да, начните с главного. А главное здесь девушка моего брата. Вот это наиглавнейший вопрос. У нас в ленте звучал вопрос про то, что жена родила ребенка, ребенка 7 лет, ребенок пошел в школу, а жена работать не хочет, потому что она говорит, что она хочет посвятить жизнь семье и ребенку. А муж говорит, я работаю на двух, и я не справляюсь. И был, прозвучал вопрос, как мне ее заставить выйти на работу. И вопрос, соответственно, длительный. Если жену устраивает, допустим, та зарплата, на которую, в общем-то, они живут, там, да, кушают продел и, в общем-то, сосиски по субботним воскресным дням, ну, а почему бы и не продолжить такое совместное жительство? Пожалуйста, пусть не работает дом, и чистота. Вообще, ну, женщина, да, она должна уют создавать дом. Да, я за то, чтобы в современном мире женщина работала. Потому что у меня множество случаев, когда, если женщина в современном мире не работает, то после 60-65 лет она обычно сходит с ума. Ух ты. Да, это вот, ну, почти там, 100% случаев, 90% случаев, вот такие вещи. Если она всю жизнь не работала, сидела дома, ее там, насильно сидели, сажали дома, для современного человека. Но в данном случае, а что, он может себе ни в чем не отказывать, в лишние удочки, там, или еще в чем-то, пожалуйста. А семья, вот, вот как-то так. Я не говорю, что они должны впроголодь жить, а он там должен шоковать, конечно. Но они сели, пообщались, поговорили. Ну, ты мужчина, да, пожалуйста, зарабатывай хорошо. Вот сколько можешь, столько и зарабатывай по максимуму. Поговорить, договориться. Я считаю, да. Почему мы должны давать совет, вот, как заставить жену? Да нет. Потому что вы должны ударить кулаком, поставить, сказать, нет. Жену надо любить. Вот, это важный аспект. А любовь творит чудеса. Вот, поверьте. Когда ты любишь другого человека, то тебе никто на шею не садится. Хотя все вокруг и будут говорить, что она села тебе на шею, или он сел тебе там на шею, и там подобное. Нет, когда человек любит, никто на шею не садится. Замечательные слова. Мы сейчас прервемся на короткую паузу. Возвращайтесь и ждем ваших вопросов. Пусть мир прогрессирует и развивается сколько ему угодно. Пусть все отрасли человеческого исследования и знания раскрываются до высшей степени. Ничто не может заменить Библию. Она – основа всякого образования и всякого развития. Только 30 ступеней, чтобы стать человеком. Для того, чтобы говорить на одном языке с Богом, мы должны свое сердце очистить. «Лествица» или «Лестница» – великая книга святого Иоанна Лествичника. Он был игуменом монастыря на Синае. Там он и оставил монахам и всему миру эту книгу. 30 глав, 30 ступеней. В ней все о грехе и о борьбе с ним. Помни, час смертный и вовек не согрешишь. О страсти. Слово «страсть» от слова «страдание». И о победе над ней. Ты приобретешь великую благодать. О том, как устроен человек. Ты пришел с оружием и дрекольями? Или ты пришел победить этот мир смирением и кротостью? И как найти Бога? Как просить так, чтобы жизнь стала восхождением к Нему по лестнице? Наша цель – это Христос. Каждый день Великого Поста, ступень за ступенью, поднимаемся по лестнице в небо. Изменяй себя, и вокруг тебя спасутся тысячи. Это книга про изменение себя. «Лествица». Смотрите на нашем Рутюб-канале. Вера. А какое счастье ходить всей семьей на службу. Надежда. Что Господь, вот он, вот он рядом. Терпение. Слово не значит ничего, а значит только, как оно рождается. Прощение. Прощать мы должны в том числе и тогда, когда у нас прощения не просят. Любовь. А о чем еще писать-то по этому? О самом главном. Авторская программа Владимира Легойды Парсуна. Теперь и на страницах книги. Любое творчество серьезно понятое – это собеседование с ним. Откровение известных людей о Боге, о вере, о личном. То, о чем они никогда раньше не говорили. В новой книге телеканала «Спас» собраны избранные интервью Владимира Легойды с актерами, учеными, священниками, режиссерами и многими другими. Подробную информацию о книге Парсуна ищите на нашем сайте. Только Бог может заполнить вакуум в сердце каждого человека. Ничто из сотворенного человека этот вакуум заполнить не может. Каждый день мы боремся с болезнью. Мечтаем о будущем. Мы станем великими. Но сейчас нам нужно где-то жить. Добрый дом – это социальная гостиница для онкобольных детей. Благодаря вашей помощи сотни родителей могут сосредоточиться на главном – здоровье детей. Им очень нужна ваша помощь и поддержка. Отправьте смс на номер 3434 со словом «Дом 300». Или сделайте пожертвование на сайте dodifizdom.ru Физики. Это задачи, на которые классический компьютер тратил бы миллиарды лет. И клирики. Почему наука и религия – это чрезвычайно тесно связанные. Наука. Идея о том, что есть силы, управляющие балансом и гармонией мира, прошла сквозь. И вера. Действительно ли наука – это инструмент познания Бога? Вместе или друг против друга. То ни во времена Коперника, ни во времена Галилея. Друзья, возвращаемся в прямом эфире «Ответ священника». Протерий Игорь Фомин сегодня отвечает на ваши вопросы. Давайте к ним вернемся. Здравствуйте. Мой сын женат более пяти лет. С женой у них нет детей. На контакт пара не идет. Не понимаем, либо не хотят, либо не получается завести ребенка. «Можем ли мы с мужем молиться о даровании и чудородии нашим детям? А если да, то кому, кроме Господа Богородицы?» Спасибо. Да, конечно. Я считаю, лезть в семью не надо. Какие там причины, вопросы. Но на каких-то общих семейных корпоративах, когда они перечислились… Раз уж начали, да. Да, раз уж начали с этого, все равно молодые редко приезжают обычно к родителям. Вполне можно так задумчиво сказать. Эх, сейчас бы внука. Да, да где же его взять-то? Да, все будет сразу понятно молодым. Но вот лезть так, знаете, наседать не надо. А молиться? Молиться надо всегда. И молиться о детях надо обязательно, чтобы они были счастливы. Но если хотите какой-то конкретики, то пусть будут счастливы с детьми, братья с детьми. Молятся пусть. Батюшка Иисус выгнал торговцев из храма. Как вы можете объяснить торговлю иконами и свечами в священном месте? Спасибо. Да, значит, торговля иконами, книгами – это неравнозначно торговля свечами. Свеча – это наша жертва на храм, и она не несет никакой мистической, мифической и каких-то других смыслов. Это чисто жертва на храм. Ты можешь пожертвовать 10 рублей, ты можешь пожертвовать 500 рублей. Вот, пожалуйста, твоя жертва, она видимая жертва, в общем-то, такая на храм. Это раз. Второе. Книги, иконы и так далее, календари – все имеет какую-то стоимость. То есть это производится, это делается. Без этого было бы, наверное, нам с вами в информационном пространстве скучно жить. Без книг – это все-таки и образовательный момент. Зайдите в любой книжный магазин и посмотрите, сколько стоит. Задайте вопрос, почему там не раздаёте книги бесплатно? Ведь это же просвещение людей, это же, в общем-то, их образование. Надо обязательно... Я думаю, что, ну, вас стороной там обойдут и в лучшем случае, а так, может быть, кого-нибудь вызовут. Вот, продажа всякой вот этой утвари, она имеет какую-то стоимость. И вы можете это купить деньги на заводе в Софрино, но вам придётся ехать в Подмосковье, да, и там купать. А можете это сделать у себя в храме, когда вы пришли. Я не вижу здесь ничего особого. Ну, я уже не говорю про то, что любое какое-то действие в храме, оно всё равно оплачивается. Коммуналка, налоги и так далее. Не надо думать, что церковь от всего освобождена. Ни от чего она не освобождена. Кроме земельного налога, а всё остальное мы платим как предприятие, как заводы и тому подобное. Вот. Любая деятельность в храме, она тоже, скажем так, если не финансируется, это что-то такое смехоподобное, в общем-то, даже не на коленках сделанное. Так что, посмотрите, чистота в храме, это тоже, в общем-то, не залог жертвенности. Это, скажем так, залог оплаты труда тех людей, которые там ежедневно поддерживают эту чистоту. Батюшка, скажите, пожалуйста, все молитвы одинаковые или существуют сильные молитвы? Да, существуют сильные молитвы. Это детские молитвы. Вот когда дети воздыхают, мы там можем с вами весь молитвослов Дадыр зачитать, вот, и даже мухи не будут от этого дохнуть, как говорят, да. А вот если дети начинают молиться, всё сразу свершается. Поэтому вот это удивительная детская молитва, которая возможна и для взрослого человека. И с его верой, детской верой у взрослого человека, точно такая же сильная молитва. Какие будут произнесены слова, здесь, в общем-то, не так важно. В молитвослове нам дан образец, назовём его камертоном, то есть, вот, как надо молиться. Но, зная, как надо молиться, ты всегда можешь и своими словами, в общем-то, произнести эту молитву. Но самое главное условие, она должна быть такой же сильной, как у детей. То есть, когда мы просим, мы должны веровать, что получим. Раз уж мы коснулись детей. Здравствуйте, я Маша, мне 10 лет. Я вот думаю, если Адам и Ева были первыми людьми, то они жили во времена динозавров или раньше? Спасибо, Маша. Знаете, самые сложные вопросы, вот, ничего в жизни не боюсь, только детский вопрос. Вот для меня это вот самое страшное. Но я всё-таки рискну попробовать ответить. Были динозавры или нет? Да, динозавры были, но не при Адаме и Еве, как вот мы немножко можем так это рассуждать. Всё-таки Адам и Ева жили уже вне динозавринской эпохи. Да, поэтому Маш динозавры, а потом уже Адам и Ева. На самый главный вопрос ответили. Можно с честой совестью сделать короткую паузу, но совсем короткую. Или, знаете, давайте-ка мы ещё один вопрос, я думаю, успеем задать. Дети нам сегодня больше не писали. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему некоторые святые помогают очень быстро, например, Николай Чудотворец, а некоторые молишься, молишься, они бы то не слышат. Ну, да. Что это такое вообще? Прекрасно, что хоть кто-то вас слышит. Назовем это так. Что вас слышит, святитель Николай. Это просто прекрасно. Значит, неотступно и молитесь. Он вас выбрал, он вас любит, и он обязательно вам поможет. Так что молитесь ему. Здравствуйте, я Александр. Дочке 38 лет, замужем не была, детей нет. Можно ли ей рекомендовать усыновить ребёнка или на всю волю Божьей? Спасибо большое. Вы знаете, усыновление – это не такой простой, в общем-то, акт. Я очень люблю семей, которые усыновили детей, которые воспитывают детишек из детского дома. Или вот у меня есть знакомый дьякон, который отговорил трёх женщин от абортов. Они родили и отдали ему этих детишек. Вот он сейчас их воспитывает. Да, просто молодец, замечательный человек. Но это очень сложный момент. Поэтому вот здесь очень важно, чтобы, если вы рекомендуете, как родитель, благословляете своим детям взять детишек из детского дома, усыновить, то и будьте добры помочь в любой, в общем-то, момент. Потому что с детьми усыновлёнными всё-таки сложно. Они очень хорошие, замечательные дети, но всё равно с ними очень сложно. Генетика, другие, в общем, социальная среда и так далее. Много-много факторов, о которых вам расскажут на курсах усыновления, которые обязательно надо пройти. Но рекомендовать вы можете своему чаду, ребёнку, своим детям, что, слушай, давай, попробуй, дерзни. Если у него есть такая любовь, то, в общем-то, к детям, то, естественно, всё сложится. Ой, друзья, у нас, к сожалению, действительно всё. Вот теперь точно всё. Вам спасибо огромное за вопросы. Мне было сегодня невероятно интересно. Не всё озвучили. На завтра у нас ещё осталась большая часть. Спасибо, конечно, отцу Игорю. Протерей Грифомин сегодня отвечал на ваши вопросы. Но я напоминаю, что ждём ваших звонков и сообщений каждый день. Вам хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова А.Егорова